Партия «Единая Россия» Ирадий Фаритович упорствует, утверждая, что он единственный и лучший кандидат на пост главы республики, то есть на второй срок своего правления. Партийная конференция регионального отделения «Единая Россия» прошла на УФА-арене. Даже странно, почему не в парке «Патриот», кстати? Участников конференции свозили на УФА-арену почему-то в желтых школьных автобусах, ну, наверное, с целью конспирации. Мероприятие было оформлено в стиле «Победа уже давным-давно одержана» и на сцену зачем-то был выпущен Элвин Грей в совершенно каком-то нелепом мешковатом одеянии, совершенно никак не вязавшимся с официальными костюмами, в которые были обряжены в основном все присутствующие. Судя по всему, певец ртом Элвин Грей будет главным амбассадором Хабирова на грядущих выборах. Ну, согласитесь, это уже даже не смешно. Примечательно, впрочем, что Хабиров не рискнул выдвигаться на выборы главы республики Башкортостан в качестве самовыдвиженца, как это сделал, например, Владимир Путин. А Хабиров пошел проторенным путем, будучи начальником партии в Башкортостане, он от этой партии и выдвинулся, собственно, с головой, окунувшись в ароматные настои этой самой партии, которая изрядно уже раздражает россиян в последние годы. С другой стороны, это хотя бы честно. Хабиров, кстати говоря, исключенный в свое время из партии «Единая Россия», доказал, что такие, как он, жизненно необходимы подобным политическим сообществам. На вот этом шабаше, который случился на УФА-арене под названием «Конференция регионального отделения партии «Единая Россия», Хабиров огласил и лозунг, под которым он пойдет на второй срок правления в республике Башкортостан. Звучит этот лозунг так, сокращенно это три буквы «Д» – «Долго», «Достойно» и «Дома». Прямо, скажем, идея так себе. Ну, мы помним, как много насмешек вызвал предыдущий предвыборный лозунг Хабирова, помните, вот это «Хорошо работать дома». Сколько было усмешек и, в общем-то, дразнилок по этому поводу. И совершенно непонятно вот этот лозунг «Теперь» – «Долго» – это на сколько, ради Фаритович, сколько нам вас еще терпеть? До 2030 года? «Достойно» – это о ком? Вообще о ком? О каком достоинстве идет речь во времена ради Хабирова? И уж, конечно, дома – это вообще полная абстракция. Где, собственно, у Хабирова дом? В государственном особняке около Булгакова? В московской квартире? Или, может быть, в апартаментах дочерей в Вене и в Лондоне? Непонятно, где же все-таки дом у Хабирова? Я бы предложил эти 3D читать следующим образом. «Дураки и дороги достали». Вот это был бы достойный лозунг для избирательной кампании Хабирова. Но пока Хабирова под музыку выдвигали ядросы, из-за рояля в кустах выдвинулись очень предсказуемые и совсем не страшные конкуренты Хабирова на грядущих выборах. Правильно было бы называть их даже не конкурентами, а партнерами или даже помощниками Хабирова. От КПРФ, вероятнее всего, выдвинут Артура Шайнурова, самым тесным образом связанного и интегрированного в команду Хабирова, который сейчас работает у нас в горсовете, этот самый Шайнуров. В общем, конечно, ничего попортить или поконкурировать с Хабировым он точно не в состоянии. Но от ЛДПР, вероятно, будет выдвинут Иван Сухарев, так давно и основательно осевший в Москве в Государственной Думе, что ожидать от него каких-то неожиданностей или неприятностей Хабирову точно не приходится. Как бы там ни было, выборы главы Республики Башкортостан на период 2024-2029 годов пройдут под девизом самого Хабирова, который он озвучил, когда получил власть в 2019 году. Цитирую Хабирова дословно. «Власть просто так не дается. Власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется». Конец цитаты. Вот такова концепция Хабирова в отношении власти в Российской Федерации. То есть ни слова о выборах, ни слова о воле народа. Речь в основном идет о захвате власти. Ну, я не знаю, как бы к этому отнеслась прокуратура или какие-нибудь правоохранители, как бы можно было трактовать подобные заявления. Может быть, как призыв к захвату власти. Я не знаю, я не юрист и трактовать этих слов не буду. Посмотрите оригинальный ролик. Вот именно это дословно говорит Хабиров. В политике очень жесткие правила. И первое правило, вот я вам хочу сказать, первое правило, власть, она никогда просто так не дается. Власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Вот точно так же, я сейчас не буду про Единую Россию, поскольку тот-то меня, чтобы не обвинили. Точно так же, вот я сейчас здесь нахожусь в определенной политической системе, власть. Потому что не бывает всегда, чтобы все 100% проголосовали. Вот эта власть, это царство небесное, наверное, когда-то наступит, я не знаю, нет. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоят большие группы людей, захватываются. Поэтому там идет жесткая борьба, ты должен быть готов. А с какой стати мы тебе, значит, ты пришел и критикуешь эту власть? А с какой стати тебе, вот почему мы должны тебе выстилать красную дорожку и иди по ней прогуляйся? Нет. Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе. К очень жесткой борьбе. Где критика, где много несправедливости, где много лжи против тебя, где много оскорблений против этого и так далее. Я глава республики, уже взрослый человек, большая моя должность, на меня постоянно идет потопки и лжи, и оскорблений. Но я это понимаю, зачем я делаю. Я работаю здесь, и я в политической борьбе нахожусь. То есть, следуя логике самого Радия Хабирова, власть у него не отнять никогда. И она с Хабировым навечно эта власть. То есть, вот до тех пор, пока он есть, он будет править Башкортостаном. Ну, собственно, как и его старший товарищ Владимир Путин, который тоже правит Российской Федерацией уже 25 лет с небольшим перерывом. Да и, собственно, не особенно уходя в этот перерыв от самой власти.